Бернар Пьер Донадье Гвен Экхаус и другие Теперь ты Рысь Росомаха Вот тебе Давай теперь на К Коза Крокодил Кенгуру Корова Ну что? Кабан Какаду Козел Автор сценария Тим Краппе Оператор Тони Кун Художник Сантьяго Исидро Пин Композитор Хэнни Фринтон Давай съедем с шоссе Мы же не торопимся, а дорога там красивая Нет Ты сразу захочешь сесть за руль? Режиссер Георгий Слойзер Режиссер Георгий Слойзер Донадье Куда ты смотришь? На счетчик горючего Смотри лучше в зеркальце Едешь по красивой дороге Разглядывай счетчик горючего Смотри Я вижу дерево Дерево Невероятно Еще одно дерево Очистни апельсин Можешь любоваться природой Вчера Мне опять снился этот кошмар Про золотое яйцо? Будто ты заключена в золотое яйцо И должна летать в космосе до конца жизни Да В ужасающем одиночестве Нет На этот раз навстречу летело другое яйцо И мы Должны были столкнуться и разбиться в дребезги Рекс, что это? Бензин кончился Не может быть Только не надо, сам знаешь, что я виноват Черт, это довольно опасно У меня горят габариты Включи аварийную мигалку В этом драндулете нет аварийной мигалки Мы бы не стояли здесь, если бы хоть раз ты подумал о заправке Какая разница, почему это случилось? Не паникуй Надо идти И давай без истерики А это вовсе не истерика Это страх Золотое яйцо Оставь покой свои сны Нечего рассиживаться Пошли В темноте нас собьют Я возьму фонарь Какой еще фонарь? Я положила в сумку фонарь Брод, Саски В любую минуту может появиться машина Я не пойду без фонаря Идем, черт возьми Не трогай меня Иди один Саски Ты не найдешь фонарь в этой темноте Я пошел Рекс Постой Он где-то здесь Рекс Не оставляй меня одну Рекс Рекс, ты не можешь бросить меня здесь? Рекс 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 Подожди Рекс Рекс КОНЕЦ 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 Здравствуйте, я могу помочь. Полный бак и канистра. КОНЕЦ 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 Если хочешь, можем вернуться в Амстердам. Прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Я не должен был оставлять тебя в тоннеле. КОНЕЦ Зато сейчас я залил полный бак. Что? И запасную канистру. Я люблю тебя. Когда ты звала меня в тоннеле, я понял, что не могу без тебя. Я ненавижу тебя. Мы чудесно проведем отпуск вдвоем в моем маленьком домике. Чего же мы ждем? Мне надо в туалет. Я встану вон там. Ага, ладно. С вас 300 франков. Прошу. Спасибо. Проезжайте вперёд. Рекс! Лови! 13 франков? Чем я заслужил такое счастье? Ты целый день сидишь за рулём. Надо же тебе размяться. От девушки, которая тебя безумно любит, хотя ты этого совсем не заслужил. Но я не курю. Ты будешь давать прикуривать мне? Эй, не сори. Ты ещё не передумала везти меня в свой домик? У меня есть два условия. Какие? Я сяду за руль. Ты доверяешь новичку свою роскошную машину? Да, да, да. А второе условие? Зарыть клад. Шесть, семь, восемь. У меня нет. Зaras. Зaras? Клянись, я Рекс Хоффман. Я Рекс Хоффман. Никогда не расстанусь. С доброй, красивой и ласковой. С доброй, красивой и почти всегда ласковой. Почти всегда ласковый саский вахтер. Клянусь. Клянусь. А ключи пока что побудут у меня. Грабительница. Ладно, выпьем что-нибудь и поедем. Хорошо, что тебе принести? Нет, я сама. Ты будешь пиво? Да, угадала. У тебя есть деньги? Знаешь, зачем я беру ключи? Чтобы ты от меня не сбежал. У меня нет. Удачи на дороге. Удачи на дороге. И вам тоже. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Машина, которую водит Саския. Последний снимок. Усем�'llな autreolfiarle. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Канзо CE. Продолжение следует... 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 Вот, мадам. Она была здесь. Когда? Полчаса назад она пошла к кофейным автоматам. К кофейным автоматам? Но она хотела купить чего-нибудь прохладительного. Потом она вернулась разменять деньги. Она была одна или с кем-то разговаривала? Знаете, сколько людей проходит мимо меня? Не могу же я их всех запомнить, поймите. Вы не видели эту девушку? Видел, она вышла с мужчины несколько минут назад. Минут? Никак не больше четверти часа. Она вышла из магазина с двумя банками в руках. Кола и пиво? Она была одна или с мужчиной? Одна, кажется, я не знаю. А потом? Мне надо было сменить масло, и я пошел в мастерскую. Где именно вы ее видели в последний раз? Вон у той двери. Если она стояла здесь, значит, она возвращалась. Тогда я тоже видел ее. И она меня видела. Полирует. Вот она. Смотрите. Вот здесь блондинка. Это она. Это она. Я узнаю ее. А возле нее кто-то стоит. Видите? Велосипеды. Пол Бouchон, дуэль между двумя... Папа! Господин Хоффман, я вас понимаю, поверьте. Вы знаете, что не ссорились со своей подругой. Но что скажут полицейские? Но она же пропала. Прошло всего несколько часов. Для полиции это обычная семейная ссора. Не станут же они каждый раз объявлять розыск. Вот если она и утром не объявится, тогда они будут что-то делать. Утром. Это очень поздно. Надо действовать немедленно. Вдруг ее похитили. Могли остаться следы. Завтра утром я этим займусь. Послушайте, зачем ждать полицию? Ее видели у кофейных автоматов. Она с кем-то разговаривала. Если он пил кофе, то должен был оставить на монетах отпечатки пальцев. Надо сохранить монеты до приезда полиции. Простите меня, но это не серьезно. Дождемся утра. Продолжение следует... Ох, ой. Ох, ой! Ох. Продолжение следует... Дом продается. Продолжение следует... 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 Хороший клей, да? Самый лучший. Иногда я представляю себе, что она живет где-то далеко-далеко. И тогда я раздумываю, что лучше. Чтобы она была жива, но я бы никогда ничего не узнал. Или чтобы она была мертва, но я знал бы все, что случилось. Лучше, чтобы она была мертва. Я не хочу жить с тенью Саски. Перье, пожалуйста. Сию минуту. Простите. Вы не знаете человека по имени Монмежан? Это я. Что? Монмежан, так меня зовут. Извините. Это недоразумение. Я хочу с вами встретиться 13 сентября, 15 часов, в кафе Бозар в Ниме Монмежан. Вот ваше перье. Субтитры сделал DimaTorzok. Он следит за мной, я чувствую Это просто сумасшедший Будь он замешан в этой истории, он не стал бы так рисковать Он назначает мне встречу в пятый раз И всегда не дальше ста километров от автозаправки Он испытывает свою выдержку Он понимает, что я мог его тогда видеть, и что я узнаю его А потом? Потом? Понятия не имею Знаешь, чего я боюсь? Что он больше не напишет мне Если он вдруг умрет, я ничего не узнаю Ты в любом случае ничего не узнаешь Он увидел твой плакат и затеял эту странную игру, выясняя, как далеко ты готов зайти Стоит ему прислать открытку И ты уже здесь Он тебя дразнит Посмотрим Без четверти четыре Поехали Пошел он к черту Он здесь Он знает что-то о Саскии Саскии нет, Рекс Ее больше нет Покажи этому ненормальному, что тебя все это уже не волнует Жизнь продолжается Ляг со мной рядом на солнышке И не думай ни о чем Если бы Саския была сейчас тут, я бы ушел с тобой Но будь у меня возможность выбирать, я бы хотел оказаться на автозаправке Три года назад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Линьки 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 Куда ты едешь? В Андууз В Буавю Я там так никогда и не был Давно пора Сколько можно посещать твои святые места? В Буавю Андууз Буавя Может наверху есть люди? Аплодисменты Аплодисменты КОНЕЦ Кенгуру, корова, куала, киви, конорейка, кабан, какаду. Приехали. КОНЕЦ Рекс. 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 Что с тобой? Рекс. Рекс. Золотое яйцо. Золотое яйцо. Причем тут какое-то яйцо? Рекс. Рекс. Саския! Рекс. 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 Р Выходи! Я здесь! Рекс Хоффман! Я здесь! Выходи! Покажись, наконец! Шел бы ты, парень! Выходи! Ну, давай же! Прекрати кричать, идиот! Напился, как свинья! Это я, Рекс Хоффман! Выходи! Заткнись, а не то я спущусь! Я жду тебя, трус! И последнее уравнение. Бензоловая кислота. Плюс NH2. Плюс H2O. 30 секунд. Господин Лемор! Пятнадцать! Господин Леморн! Пять! Сдавайте! И где же стоите вы? Вот здесь, у фонтана. Возможно, на этой многолюдной площади в Варле находится убийца. Он не знает, что полиция ведет съемку. Но его также трудно узнать, как отличить один булыжник от другого. Это мучительная ситуация. Но господин Хоффман пережил такое пять раз. Смотри, папа! Это же мы! Сколько раз полиция делала видеосъемки? Ты видел? Только в первый и во второй раз. Они уверены, что это всего лишь скверная шутка. Вы не разделяете это мнение? Нет. Я надеюсь, этот человек сейчас меня слышит. И я обращаюсь к нему. Я хочу с вами встретиться. Мне необходимо узнать, что случилось с моей девушкой. Я готов на все. У меня нет к вам ненависти. Я не боюсь даже самого страшного. Я только хочу знать. Я хочу знать. Я хочу знать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Мне жаль. Желаю тебе найти когда-нибудь ее след. Она работает в марсельском борделе. Я увижу ее через три дня. Мадам Феникс, Рюгамбита, Монтелемар. Мадам Феникс, Рюгамбита, Монтелемар. Да. Мадам Феникс, Рюгамбита, Монтелемар. Мне нужно узнать, как отличить один булыжник от другого. Это мучительная ситуация, но господин Хоффман пережил такое пять раз. Я хочу знать. Вы можете представить себе этого человека? Я думаю... Нет, я уверен, что этот человек очень умен, он незаметен, он во всем стремится к совершенству. Господин Хоффман, я не могу не задать вам этот вопрос. Новые розыски обойдутся вам не меньше, чем в 100 тысяч гульденов. Это около 300 тысяч новых франков. Вы взяли их в долг. Зачем вам это? Ведь прошло уже три года. Не так давно мне приснился сон. Точно такой же, какой приснился моей подруге в ночь перед ее исчезновением. Ей снилось, что мы были заключены в золотые яйца, и что мы должны встретиться во Вселенной. В моем сне мы с ней встретились. Этот сон стал для меня знаком. Значит, вы надеетесь найти ее? Нет. Простите за вопрос, но почему вы не сдаетесь? Это мой долг перед ней. Мило. Долг перед исчезнувшей возлюбленной. Если вы видели эту молодую женщину, просим вас сообщить нам. Благодарю вас, господин Хоффман. Ты весьма телегиничен. Прости меня. Как ты? Ничего. Правда? Ты же знаешь закон Линеке? Высший закон любых отношений. Ровно половину от общей длительности этих отношений занимает расставание. Жаль. Если бы не Саске. Да, если бы. Но Саске всегда рядом. Она стоит между нами. Я буду звонить тебе иногда. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Это имя отсутствует в списке. Введите другой код. Саския. Продолжение следует... 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 Мерзавец. Что, простите? Ничего. Вы не очень высокого мнения обо мне. Я вас не осуждаю. Мой метод был не слишком удачен. Мне не удавалось заманить в машину женщину, которую я выбрал. Проституток, да. Но они меня не интересовали. Они обречены быть жертвами. О них никто не плачет. У меня даже поднялось давление. От такого расстройства. А теперь подарки. Это от меня. Для нового дома. Угу. Угу. Это брелок для ключей от машины. Ты ведь так много ездишь. Спасибо. Еще что-то. Раймонд Леморн. Твоя жизнь. Очки. Какой славный. Такой толстощекий, да. Это после того, как ты упал с балкона? Рецепт не должен быть тяжелым. Это я должен выглядеть слабым. Угу. 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 Григо нацистке, он был взрослым, он был взрослым. И он снялся, которые в Биньон и Винно. Он нацистит уже трое педали, который снялся на педали на трогих Пиньон, который не успели снять, но он поднялся на Майлот-Iне, и на сегодняшний день, два семьи с доставочной педали. Это было бы бандерии, и мы шли в бандерии. И в этот момент подъехали вы. Ваша подруга поцеловала вас, выходя из машины. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вы говорите по-французски? Я француз. Мне нужна мелочь для автомата. Вы меня не разменяете? Франк. И два раза по два франка. У вас пятифранковая монета? Нет, пятифранков нет. Есть десять. Может, вы сумеете разменять десять? Шесть. Семь. Не затрудняйтесь. Вы очень добры. Простите, но я разменяю где-нибудь еще. Все, извините, до свидания. Продолжение следует... Я в первый раз буду сама вести машину. Это так забавно говорить по-французски. Мой друг мне все время говорит, что надо пробовать. Попробуйте. Попробуйте. У вас хорошо получается. Нет. Это неправда. Вы обманщик. Я правильно сказала? Да. Ой, я смотреть. У вас в руке... Как красиво. У меня есть друг. Мой друг. Я его... Очень люблю. Я хочу для него... Рэкс... Рэкс... Рауль... Роже... Раймон. 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 А можно купить... Такую... Вот... Ну, то, что... Я как раз распространяю эти брелки. Продаю. У меня их много в машине. Здесь? Да. Нет, я хочу... Как это сказать? Я хочу... Я хочу... Черт. Я хочу купить такую вещь. Пожалуйста. С-эр. Раймон. Рауль. С-эр, да? Да. Не очень дорого. 13,50. Как летающая тарелка? Я очень хочу. Видите ящик? Они там? Да. Мне с буквой «Р». Ладно. Садитесь. Что? Садитесь. Чао. Ой-ой-ой-ой. Ну-ой-ой-ой. Ну-ой-ой-ой-ой. КОНЕЦ Понимаете, любая стратегия, что происходит? КОНЕЦ Наверное, контакт отошел. А почему у вас ремень не пристегнут? У меня есть разрешение. Медицинское свидетельство. Я страдаю клаустрофобией. Все верно. Дело в том, что всякая стратегия может в одно мгновение рухнуть из-за какой-нибудь случайной мелочи. Я вернусь. Я вернусь. КОНЕЦ Господин Хоффман. Что вы с ней сделали? Я все расскажу, но при одном условии. Вы должны пережить то же, что и она. Вы ненормальный. Это не важно. Послушайте, вы не убили ее? Выпейте. Что там? Снотворное. Я усыпил ее и хочу усыпить вас. А потом? Вы испытаете то, что испытала она. Если она мертва, то я тоже умру. Вы сумасшедший. У вас нет выбора. Значит, это единственная возможность. Мне не нужно, чтобы вас наказали. Я не собираюсь никому рассказывать. Вы меня не интересуете. Я просто хочу знать, что с ней случилось. Я прекрасно понимаю вас, господин Хоффман. Я верю, что вам все равно, понесу я наказание или нет. Но я не знаю, правильно ли будет верить вам. Понимаете? Я верю вам. Но я должен вести себя так, будто я вам не верю. Пейте. Только так вы сможете узнать правду. Что там? Я же сказал, снотворное, растворенное в кофе. Покажите мне ваш брелок еще раз. Господин Хоффман, когда же вы наконец поймете, ну какая вам от него польза? Это же не улика. Вы блефуете. Не допустим, что вы правы, но уверенности у вас нет. Вот в чем проблема. Вам следует учесть, что если против меня не найдется улик, то вы потеряете свой единственный шанс. Я три года анализировал ваш образ мыслей. Вы можете взять ключи, можете отнести их в полицию, но тогда вы никогда не узнаете, что случилось с мадемуазель Саски. Но если вы выпьете, то узнаете все. Я вам это гарантирую. Я уже знаю достаточно. Остальное не имеет значения. Я ухожу. А как же неизвестность? Это вечная неизвестность, господин Хоффман. Нет, ничего страшнее. Я хотел оказать вам услугу. Это вечный шанс. Я еще раз обвинутые. Я закрою. Я пойму. Это вечный уход. Я пойму. Я буду. Я пойму. КОНЕЦ 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 Ну? Я сказал себе, я воображаю, что я пью. Кем или чем предопределено, что я не выпью. Итак, чтобы нарушить предопределение, надо выпить. Снотворное подействует через 10 минут. Я выпил это только ради Саски. Конечно, мы были вместе так недолго, что любовь не успела угаснуть. КОНЕЦ Помогите! Нет, этого не может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Рекс Хоффман. Разве это не смешно? Меня зовут Рекс Хоффман! Рекс Хоффман! Рекс Хоффман Саскья! 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 И вахтер пропал и ее друг Рекс Хоффман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok